Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Вчера мы говорили о том, что если ты не балда, если у тебя есть мечта, если ты из себя что-то представляешь как человек, то у тебя есть потрясающий шанс в этой жизни. Потрясающий. Ты можешь стать успешным, ты можешь разбогатеть, ты можешь помочь другим, большому количеству людей помочь, если ты будешь в своем бизнесе быть стойким. Мы всегда затронули тему, которая называется «Не сдавайся». Важнейшая тема сегодня «Не сдавайся 2». Вторая серия. Я хочу сказать вам, что и тебе в первую очередь, как новичку, хочу сказать, что вот это слово «Не сдавайся» это корень успеха. Вот если взять звено в цепи, за которое надо потянуть, как Ленин говорил, чтобы вытянуть всю цепь, коренное звено, то вот это коренное звено я бы назвал словом «Не сдавайся». Не сдавайся. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Будет, возможно, трудно. Будет что-то непонятно. Будут мешать. Будут разочаровывать. Будут гасить. Знаешь, как говорят наши близкие и родственники, те, которые нас окружают и живут рядом, они выступают в качестве мокрых тряпок, мокрых полотенец, а некоторые даже мокрых одеял, толстых, мокрых одеял, которыми гасят. Ты ошипишь, они тебя гасят. Ты мечтаешь, ты говоришь, что я хочу. Я хочу вырваться, что мне надоели долги. Мне надоел начальник. Эту рожу я больше видеть не хочу. Эту работу поганую я больше не желаю видеть. Я не хочу больше ездить на этом поганом троллейбусе, на этой маршрутке, на свою работу, где меня не любят, где меня не ценят, где мне платят гроши за то, чтобы я получал потом 100 долларов пенсии через 40 лет. Пошли все вон. Я увидел людей. Я увидел компанию. Я увидел продукт. Я понял индустрию. Она называется сетевой бизнес. Я там могу преуспеть, говоришь ты. А они тебя гасят. А они тебя мочат. А они тебе подставляют ноги. А они тебе не дают развиваться. Они говорят, что это все ерунда. Никто не хочет ничего покупать. Никто даже слушать не хочет. Это обычное дело. Обычное дело. Через это надо пройти. Это точно так же, когда берут саблю или какое-то оружие холодное, раскаляют, а потом в воду, в огонь, в воду, в огонь, в воду. И вот эта вот закалка и делает эту сталь стойкой, способной убивать. Тебе не надо никого убивать, но стойким тебе надо быть. Тебе надо быть. Вот. Важнейшая тема. Не сдавайся. Это никакой не закон сетевой. Это вообще закон жизни. Закон жизни. Просто я понял, что многие люди, я, конечно, извиняюсь заранее, но я понял, что многие люди живут и ведут себя, как малые дети. Ну просто, как малые дети. Взрослые люди ведут себя, как малые дети. Они получили какой-то жизненный опыт. Они удовлетворены своей жизнью. Они нашли компанию. Компания работает в несколько непривычной индустрии для многих пока еще. Они начинают пробовать этот бизнес. Они видят результаты других людей. Они полны веры, надежды, энтузиазма. Они начинают. У них что-то получается, что-то нет. Их начинают гасить, мешать. Самое главное, что у них нет силы, уверенности из-за отсутствия опыта. И они отступают. Через месяц, два, три, через четыре смотришь, человека смыло. Унесло. Он сдался. Его замочили. Не уподобляйся таким людям. Это несерьезно. В школе учатся 10 лет. Пять лет учатся в институте. Потом приходят на работу и говорят, забудь, что ему учили. Слушай, сюда, начинай. И ты начинаешь. Ты начинаешь. И ты ходишь туда и ходишь за свои копейки. Ходишь, ты приобретаешь опыт. Ты растешь, растешь. Тебе добавили 100 рублей, 200 гривен, 100 долларов. Но ты постепенно продвигаешь куда-то приходишь. Но это вовсе не то место, где тебя ждут. И где ты бы хотел оказаться. А вот в сетевом бизнесе можно за 2-3 года серьезной, напряженной работой стать миллионером. Я очень хорошо это знаю. 2-3 года напряженной работы и ты разбогател. 2-3 года напряженной работы и ты состоятельный, успешный, сильный человек. Потому что ты здесь попадаешь в среду, попадаешь в условия, в обстановку, в атмосферу, где из тебя выковывают личность. Все вот эти сопротивления нужны тебе, чтобы ты стал сильным. Главное, не сдавайся. Все вот эти отказы, насмешки, все вот эти издевательства близких людей, это только для одной единственной цели, чтобы твоя цена выросла, чтобы ты стал сильным, мощным, чтобы... чтобы ты стал профессионал. Жизнь полна огромного количества проблем. Но не надо смотреть на жизнь как на разрешение проблем. Надо смотреть на жизнь как на таинство, как на путь, который тебе надо прошагать. Тебе нужно открывать день за днем. И я знаю, что на этом пути нужна поддержка. Лично я поддержку находил в книгах. Прежде всего, в книгах. Лично я находил поддержку в историях, в свидетельствах других людей. Для меня были важны истории тех людей, которые чего-то добились. Я перечитал огромное количество разных авторов, которые приводили примеры успеха. Вот это самое ценное, что может быть. я еще в последующие дни расскажу много таких историй. Но сегодня я хотел бы вернуться к истории, которая является фундаментальной, если мы говорим о слове или о выражении, которое звучит как «не сдавайся». «не сдавайся». Был такой великий человек, известный во всем мире, вошедший в историю, все его знают, его зовут Уинстон Черчилль. Я даже не буду говорить, кто он такой. Он был долгие годы, возглавлял Великобританию, провел ее через суровые годы борьбы с фашизмом, он боролся с коммунизмом, он, ну короче, великий, известный человек. Мало того, что он великий политик, он еще и великий художник, он оказывается живописец, который создал огромное количество талантливейших полотен. И вот он был все время в борьбе. Уж Уинстон Черчилль, уж куда авторитетней, а все равно в борьбе. Лейбористы, там всякие разные течения партии, борьба за власть, власть, борьба, и там никаких скидок нет, ни на возраст, ни на пол, ни на опыт, ни на авторитет, вперед! И вот после войны, Второй мировой, он проиграл очередные выборы. И вот этот великий Черчилль проиграл выборы. Другие бы, как некоторые в истории, в современной, истерики закатывали, как у нас в стране. Истерики бы закатывали, валялись в пыли, обвиняя своего соперника в том, что он незаконно победил, а он не стал этого делать. Он достойно ушел, сел и написал книгу. И эта книга получила Нобелевскую премию. Он стал Нобелевским лауреатом. Нифига себе! Вот как надо проигрывать! Так вот, когда он был в зените своей славы, когда, когда, когда весь мир, и когда он заканчивал свой жизненный путь, весь мир обратился к нему с пробой, чтобы он что-то сказал человечеству. И знаменитая речь Уинстона Черчилля. Собралось огромное количество людей, фотокорреспонденты, камеры, магнитофоны, стенографисты, записать, что же скажет, какой, какой пример подаст, какую главную мысль, какой посыл для человечества сделает этот великий человек. И он вышел. Долгожданный момент наступил, он вышел на сцену, подошел к микрофону, грузный, знаменитый, сильный Уинстон Черчилль и сказал, в наступившей гробовой тишине, он сказал несколько слов, он сказал дословно, никогда, 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 никогда не сдавайтесь. Повернулся и ушел. Это относится к каждому из нас. Никогда не сдавайся, не сдавайся, действуй, и ты победишь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok